Друзья, у нас BI TV номер 31 по счету. В студии Уаров Максим, Павел Левчук, которого мы неоднократно уже называли, и Максим Зеленский. Привет. Привет, Семен. Так, ну, Максим, да, пока испытал экстаз и замер в экстазе, так сказать, мы продолжим, да, нашу беседу. На самом деле, действительно, мы давно зазывали Павла Левчука в наш хир для того, чтобы поговорить не только о каких-то конкретных решениях, каких-то конкретных задачках, но и поговорить в целом о том, как Павел дошел до такой жизни. И сегодня, надеюсь, мы его качественно замучаем на этот вопрос. Сейчас для начала, Паша, давай я тебя попробую представить, так как я тебя знаю, а ты дальше немножко дополнишь, расскажешь о себе. Давай. И из этого представления, я думаю, всем будет понятно, зачем же им нужно будет еще примерно час сидеть и слушать наши беседы. У нас это видео будет в формате такой записанный стрим, да, вот поэтому оно немножко unplugged, нет четко заданной программы, но у нас есть несколько тем, к которым Павлу отправили заранее, к которому мы хотим с ним поговорить. Это с одной стороны, с другой стороны будем надеяться, что у нас где-то в загашнике все-таки есть еще дополнительные каверзные вопросы. Пару каверзных вопросов. Да, да, да. Конечно, мы не студия Дудя, но мы на самом деле постараемся, чтобы было интересно. Итак, что я знаю о Павле Левчуке? Мое первое знакомство с Павлом было исключительно виртуально. Кстати, Макс, можешь говорить просто Паша, мне кажется, это будет проще или... Хорошо, да. Познакомились мы исключительно виртуально. Сначала, я думаю, что сначала мне попались какие-то твои статьи на тему аналитики в твоем блоге, затем мы пересеклись несколько раз в группе Power BI и Excel интернет-маркетинга, не только наши фейсбучные, да, и уже лично мы встретились, по-моему, первый раз два года назад, по-моему, да, на матемаркетинге. Матемарк, да, в 19-м году. Вот, и как я знаю Пашу, Паша, на самом деле, очень крутой аналитик, который занимается продуктовой аналитикой уже много-много лет и пишет о ней в своем блоге, как минимум, да, кроме того, Павел у нас спикер на матемаркетинге уже, по-моему, два раза, да, выступал, АХА, конф, и так далее, и, наверное, другие еще метапы, конференции, которых я не знаю. Но поскольку лично я немножко далек от продуктовой аналитики, хотя то, что рассказывает Павел, даже когда оно выглядит очень каким-то таким сложным, многообразным для меня непонятным, на самом деле всегда очень интересно. Я с удовольствием слушал твои записи, твои доклады. Просто мне очень нравится твой стиль изложения, насколько ты вот интересно там раскладываешь, вроде казалось бы, сложные проблемы, раскладываешь их так, что даже человек, который без усиленной математической подготовки сможет понять и оценить. Вот, это мое впечатление. Паш, ну теперь расскажи ты нам, пожалуйста, как, правильно ли я тебя описал для начала? Хороший вопрос. С одной стороны, да, с другой стороны, наверное, не совсем точно. Ты часто упоминал фразу продуктовая аналитика. Я бы сказал, что продуктовой аналитикой я занимаюсь последних несколько лет. То есть, это там основная сфера интереса. В целом, если говорить об аналитике, то я бы сказал, что я пришел в аналитику из венчурной индустрии. Я в свое время был инвестиционным аналитиком. Мы оценивали стартапы на предмет их привлекательности. Потом я был директором инвесткомпании. Общался с большим количеством стартапов, отсматривал их. И, собственно говоря, оттуда у меня сложилось понимание того, что аналитика, она должна помогать бизнесу принимать решения быстрее, качественнее, с каким-то уровнем гарантированности результата. Извини, сразу уточню. Венчурная аналитика, венчурный бизнес – это все про риски, да? Риски, риски, риски в первую очередь. Венчурные инвестиции – это высокорисковые инвестиции, инвестиции в стартапы. Стартапы бывают на разных стадиях. Сиды, Сиды, серии СА. Идея состоит в том, что когда ты инвестируешь в реальное производство, еще что-то, где риск умеренный в стартапах, большинство стартапов стараются либо создать новый рынок, либо задизраптить, то есть каким-то образом переформатировать существующий рынок и потребность обслужить по-другому, либо удовлетворить по-другому. Поэтому есть высокий риск неуспеха. То есть если мы говорим про стартапы, там, с той статистики, которую я видел, грубо говоря, только 2-3 стартапа из 100 выживут через 5-7 лет. Многие умирают намного раньше. И там две основные причины. Это первое, наличие продакт-маркет-фита, когда ты понимаешь, что твой продукт, на него есть некий рынок. То есть ты решаешь какую-то реальную проблему, где клиент понимает, что она у него есть, пользуется твоим продуктом и понимает, что с твоим продуктом ему стало жить легче. В общем-то он готов платить за решение своей проблемы тебе. А вторая там история, второй риск, из-за которого многие стартапы не выживают, это когда у тебя стоимость привлечения одного клиента сильно больше, либо же там немного больше, но тем не менее больше, чем LTV. Lifetime value – это доход, который ты получишь за все время жизни клиента в PM-сервисе. Вот когда эти два фактора не выстреливают, то такие проекты появляются, либо решают какую-то искусственную проблему, рынка нет и очень быстро сдуваются, либо же не могут масштабироваться, соответственно, не сильно интересны венчурным капиталистам. К другой стороны, недостаточно оборотных средств, и так или иначе они задыхаются и умирают. Вот. Я, собственно говоря, оттуда пришел, и пока я работал со стартапами, мне стало интересно направление маркетинга, онлайн-маркетинга, потому что там все можно было сильно лучше посчитать, чем в классическом маркетинге. Поэтому я бы сказал, что я в аналитику зашел через анализ проектов, потом фокусировался какое-то время на маркетинговой аналитике и был директором по маркетингу, а потом в какой-то момент я понял, что маркетинг – это же только первая входящая составляющая того, что у тебя появляются клиенты, а дальше их нужно активировать, развивать, вовлекать, удерживать, возвращать. И так я пришел к пониманию того, что надо работать с клиентом на разных этапах жизненного цикла, начал расширять свои горизонты, думать больше про другие способы аналитики, другие подходы, другие метрики. И в конечном итоге вот сейчас для себя прокачиваю свое понимание, набор инструментов и способы нахождения инсайта в продуктовой аналитике. Скорее вот так. Удалось раскрыть чуть-чуть больше? Да, на самом деле гораздо больше, чем я себе представлял. И это очень, на самом деле, радует, потому что, ну, я подозревал, что у меня ограниченное представление, но не подозревал, что настолько. У меня, на самом деле, пока ты рассказывал о своем интересном опыте, сразу возникло несколько вопросов. А сам первый, так провокационный вопрос, ты сам вкладывался в какие-то из этих стартапов, которые… Нет, потому что я по своей природе… Консервативен? Пессимист, близкий к реалисту. То есть, если там поставить двум разным людям стакан, который наполнен наполовину, кто-то скажет, что он лишь пуст наполовину, а кто-то скажет, что он лишь наполнен наполовину. Я вот долгое время был из тех, кто считал, что стакан наполовину пуст. И сейчас я, по прошествии значительного времени, начинаю задумываться над тем, что стоило бы изменить свою точку зрения и смотреть на вопрос иначе, что стакан наполовину наполнен. Ты жалеешь о чем-нибудь вот не сделанных из-за этого решениях каких-то? Слушай, хороший вопрос. Только сегодня обедал в своем любимом ресторане, и там молоденькая девочка-хостес, пока проводила меня до стола, я решил задать вопрос. Два вопроса. Сколько лет, а во-вторых, чем она занимается? Оказалось, что ей всего лишь 19, хотя я бы ей больше 14 не дал, но не это меня удивило. Меня удивило то, когда она сказала, что я учусь на программистах. И там мы проходили питон, а сейчас у нас C++. Я такой, черт. Девушка-программист, да, работает хостесом. Ну ладно, питон, нам скриптовый язык, достаточно много библиотек в высокой уровне. Но C++ такой низковый язык. В конечном итоге мы с ней разговаривались, и я понял, что математика, желание что-то создавать, желание что-то делать своими руками очень важно. И она мне сказала, я бы хотел в итоге делать что-то свое. И у меня, ты знаешь, с какой-то передичностью возникал вопрос. Работать на кого-то или работать на себя? И понятное дело, что долгое время, будучи человеком близким к пессимизму, я считал, что риски работать в корпоративном мире ниже, чем работать на себя, и это так. Ну это безусловно. Да, работать на себя требует колоссальной внутренней работы и более сильного эмоционального интеллекта. То, что я хочу развить себе в ближайшие 3-5 лет. Но что также важно, это то, что периодически, когда я серьезно задумывался над тем, чтобы открыть свое дело, я реально понимал, что у меня есть понимание проблем бизнеса с точки зрения маркетинговой аналитики, около продуктовой. Есть инструментарий, с помощью которого можно делать аналитику. Но самый большой вызов, самый большой челлендж, с которым я сталкивался, это то, что у двух компаний, даже из одной вертикали, одного рынка, очень разные, скажем так, симптомы одинаковые, а причины болезни могут быть очень разные. Исходя из того, какой стиль менеджмента, насколько они умеют готовы опираться на данные, перетекая в вопросы по инфраструктуре и уровню IT-отдела, насколько сильные ребята, насколько инфраструктура готова к тому, чтобы собирать большие объемы данных, как-то припроцессить, куда-то их вложить. И заканчивая, в принципе, уровнем аналитиков и их внутренними стандартами качества, которые есть в компании. И я понял, что очень сложно сделать простой аналитический инструмент, который бы при этом был эффективен. Потому что в каждом случае ты приходишь, тебе говорят, встречаешься с кем-то, тебе говорят, у нас вот такая-то проблема. Начинаешь делать диагностику, потому что одна из вещей, которую я для себя усвоил, это то, что клиенты или заказчики, или люди, которые обращаются к тебе за помощью, они являются специалистами в своих проблемах, но не в решении этих проблем. Поэтому, когда тебе говорят, нам нужно, например, такой-то отчет, либо почитать такую-то метрику, надо преодолеть это первое желание, сразу же дать ответ, задать ряд дополнительных уточняющих вопросов, чтобы понять, на самом деле, правильно ли ты их услышал, раскрыть тему шире и реально продиагностировать реальную потребность, которая есть. И очень часто то, что они говорят, что им нужно, это не то, что им нужно, им нужно ничто другое. Да, я согласен. И это в какой-то степени уже, знаешь, такой процесс продажи. Я понимаю, что там есть два-три момента, которые, например, меня постоянно останавливали в том, чтобы запустить что-то свое. Первое, сделать простой продукт на такой сложной теме, как аналитика. Во-вторых, сделать его достаточно универсальным, чтобы это не зависело от уровня компании. И третье, безусловно, продавать, потому что продавать нужно. То есть нет ни одного продукта, который бы продавался только потому, что он есть либо хорош. Согласен. Слушай, вот пока ты сейчас рассказывал, мы раскроем еще частично эти темы дальше. Мне, на самом деле, очень интересно. Есть здесь пару моментов. Если я не забуду, я тебе потом задам эти вопросы. А когда ты рассказывал о том, что постепенно, как аналитик, у тебя возникало понимание, что есть же там не только привлечение, но еще и удержание. То есть жизненный цикл клиента, он начинается задолго до того, как клиент принял решение воспользоваться продуктом компании и заканчивается, наверное, тогда, когда никакими попытками клиента уже не вернешь. И вот очень часто, ну, как минимум не в диджитал-бизнесе, да, вот в бизнесе, как правильно сказать, в реальной экономике. Оффлайном. В офлайне. Да, в офлайне. В офлайн-бизнесе. Хотя сейчас границы провести сложно, но, тем не менее, очень часто до сих пор я сталкиваюсь с такой ситуацией, когда процессы разорваны. Ну, условно говоря, есть отдел маркетинга, который занимается привлечением, там, размещением, рекламой, изучением, там, поведением, там, внешнего потребителя, т.д., и так далее, и тому подобное. И потом, когда клиент уже пришел, все, они себе лит в копилку засчитали, дальше начинается работа какого-нибудь другого подразделения, там, продажный сервис, обслуживание, не знаю, что там, да, у нас в зависимости от того, что это. И получается, эти процессы два, они немножко разорваны. Разорваны, да, точно. Конечно, мы, как аналитики, мы-то можем отследить, по идее, всю вот эту цепочку, если у нас, соответственно, наполнение данными есть. Но сами процессы в бизнесе реально бывают разорваны. Вот разорваны – это разные зоны ответственности, еще, не дай бог, конкурирующие между собой. Вот, довольно часто бывает, да, когда вы нам неправильных лидов даете, а вы наши правильные лиды не умеете пользоваться. Это же классика такая. Вот, и тогда, можно ли сказать, что роль аналитика здесь связующая такая? Или… Я тебя услышал, Макс. Я думаю, что отвечая на твой вопрос – нет. Почему? Потому что было бы очень опасно перекладывать ответственность за то, какая у нас бизнес-модель, по каким соображениям мы привлекаем тех клиентов, а не других, и как мы их обслуживаем на аналитика. Аналитик – это тот человек, который ближе к данным, и тот, кто умеет их доставать, обрабатывать и таким образом синтезировать информацию. Иногда он может не просто просинтезировать информацию, а дать какой-то набор рекомендаций. Но, на мой взгляд, для того, чтобы вся эта история работала, должно быть единое видение того, кто наш клиент, почему он именно наш клиент и какую ценность мы ему приносим. И это видение должно быть согласовано между разными подразделениями. Тогда большинство вот этих вот шероховатостей либо тонких мест, которые действительно встречаются на стыке отделов, когда одни уже фактически готовы передать, либо передали клиента, а другие все еще не готовы, либо не могут принять или обслужить этого клиента. Это есть, но из моего опыта, это часто решается кросс-функциональными командами. Когда команда решает задачу не в рамках своего подразделения, а решает задачу как раз либо на стыке, либо решает задачу, либо закрывает какую-то потребность клиента как такового. То есть где ты не думаешь, например, только о маркетинге, или ты не думаешь только о продажах, а ты думаешь о том, почему клиент в данном месте споткнулся, чего ему не хватает и как ему помочь. И, соответственно, в таком случае собирается там 3-5 человек из разных подразделений, которые решают одну задачу с разных сторон. Комплексно это помогает создавать бесшовный клиентский опыт позволяет реально работать на потребности клиента, не быть ограниченными рамками только своего подразделения, с одной стороны. С другой стороны, это может опять-таки нас подводить к тому, что в ряде компаний, в которых я работал, там, например, могла быть структура не совсем классическая, то есть там не просто, например, онлайн-маркетинг, потом продукты, потом, например, кастомерке службы поддержки, а, например, могла быть команда, которая бы, например, занималась получением или там повышением конверсии первого клиентского опыта. И, соответственно, у нее достаточно широкие полномочия, то есть она может идти как в левую сторону, то есть в сторону привлечения, давать какую-то обратную связь, либо корректировать привлечение, так и работать, например, лендингами, формами регистрации, так и работать с конкретным продуктом, который дает первичную ценность, с аха-моментами, с формой оформления заказа и так далее. И, возможно, со службой поддержки для того, чтобы поддержать тех клиентов, которые, например, менее вовлеченные, либо там дальше от продукта, понимая, что у них потребность такая есть, но не могут до конца понять, как ее закрыть с помощью продукта. То есть стараются взять вот этот первый клиентский опыт и в нем сделать все, что может потребоваться для того, чтобы помочь клиенту. И тогда грани между отделами скорее стираются, а вот весь фокус переходит на решение одной единственной задачи. Надо клиента довести до какой-то точки. И, соответственно, весь путь до этой точки находится под контролем такой команды. И тогда получается хороший результат. Хорошо, тогда подожди, подожди, вот это очень интересно. То есть на самом деле, ну, понятно, что не задача аналитика выстраивать бизнес-процессы, да? Ну, это как бы не его. Понятно, что аналитик не должен быть тем, на кого сваливают все проблемы коммуникации между... Ну, конечно, либо перекладывают ответственность. Да, 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 чтобы на него не перекладывали эту ответственность. Но чуть-чуть вернувшись к своему вопросу, да, все-таки, а может ли быть ситуация, когда существует разобщенность, да, вот разобщенность между функциями, либо это, либо не существует, например, вот какой-то кросс-функциональной команды, либо, допустим, руководство не существует, пока еще общего, ну, или оно не смогло донести это общественное видение для всех членов команды. Может ли аналитик в таком случае выступать именно как тот, который проливает свет? Вот, словно говоря, одни считают, что наша полномочия и ответственность начинаются здесь, заканчиваются здесь и так далее, да? И вот возникает разорванное путешествие у клиента по своему, там, да, кастомер джорни, вот, и вот аналитик показывает, на самом деле, смотрите, вот, вот это, да, вот наша полная цепочка, вот его полный жизненный цикл, и он неким таким образом может инициативно показать вот эти проблемы, которые возникают где-то, может быть, в каком-то подразделении, где-то на каком-то этапе, на каком-то стыке, на какой-то части скрофс-функционального процесса или, может быть, какой-то конкретно функциональный. Услышал тебя, ну, смотри, мне кажется, что для этого не обязательно наличие аналитика. Если у отделов есть разумные KPI, то они достаточно хорошо по ним там видят, что мы завели, например, такое-то количество начала воронки, и вот столько-то клиентов на выходе мы получили. Или же там можно обратиться в кастомерке и получить какую-то обратную связь на предмет того, что вот этого не хватает, поэтому там часть клиентов уходит. Я не думаю, что аналитик тут может пролить свет. Скорее аналитик может помочь найти более точечные проблемы, которые на пути клиента могут возникнуть. Но в целом то, что ты описываешь, это организационная дисфункция. И аналитик просто скажет, что чего-то не хватает, например, в продукте либо в процессе обслуживания. Но он вряд ли сможет предложить решение в данном случае о том, как эту организационную дисфункцию убрать. Потому что фактически я уверен, что руководители подразделения, например, маркетинга и продукта и так приблизительно понимают, где у них узкие места. Другое дело, готовы ли они о чем-то договориться. Здесь аналитик точно не поможет. Аналитик может просто помогать им, когда у них уже будут тактические вопросы, тогда он реально сможет помочь. Это первая мысль. А вторая мысль, если как бы пойти немного в другую сторону и расширить твой вопрос, то в принципе работа с аналитикой может проходить в двух ключах. То есть аналитик может быть полезен в подходе топ-даун, когда сверху спускается какой-то вопрос либо задача, аналитик идет, собирает необходимые данные, превращает их в информацию, делает какие-то рекомендации и принимается решение. Но есть обратный подход bottom-up, когда аналитик, работая с данными, видит какие-то вещи, которые кроме него никто не видит. Потому что он копнул данные, он увидел, что есть нюанс. И он эти данные, из них синтезирует информацию, приходит и говорит, ребят, смотрите, есть такая проблема, мне кажется, что если мы ее решим, то это может нам дать вот раз, два, три, либо какой-то выхлоп мы можем получить. И эта информация уходит дальше наверх, принимается решение, тоже убирается какое-то узкое место. Очень оптимистичный такой взгляд на вещи во втором случае, как мне кажется, потому что, наверное, очень сильно зависит от организационной культуры. Очень сильно зависит, но это возможный сценарий Макс. Возможно, особенно когда есть кросс-функциональная команда, и ребята собрались решать х вопросов в рамках какого-то этапа жизненного цикла клиента, то есть о них есть доступ, например, к лендингам, формам, к имейлам, частично продуктовым каким-то поп-апам, welcome сериям и так далее, и тогда они могут действительно повлиять на клиентский опыт и исправить фундаментально какой-то недостаток в продукте либо в сервисе. Интересно, подожди. Вот один из заготовленных как раз вопросов, но давай для начала тогда все-таки определим, кто же такие эти аналитики. Аналитики это вообще кто в данном случае? То есть это человек, который кранчит цифры, нашапит таблички, я не знаю, что-то еще делает, потом волшебным образом извлекает из них цифры и умеет их интерпретировать или твое определение. Вообще есть определение аналитика? Потому что даже когда мы говорим бизнес-аналитик, мы можем подразумевать очень много разных непостасей. Согласен. Мысль номер раз. Аналитика в первую очередь это функция. И она может быть в абсолютно разных отделах либо ролей. То есть, например, продукт вполне может выступать в какие-то моменты аналитикам. И скорее все так и происходит, потому что иногда он собирает информацию с кастомерки, иногда он говорит с клиентами, иногда он пишет несложные SQL-запросы и из данных синтезирует информацию. Для меня аналитик в общем виде это человек, который имеет возможность доступиться к данным, умеет их собрать, обработать, сделать какие-то расчеты, когда исходные либо сырые данные превращаются в полезную информацию, проинтерпретировать ее и дать какую-то рекомендацию, либо широко осветить вопрос. Окей. Ну, самое главное, наверное, если тогда, ну, то есть я совершенно согласен с тем, что ты сказал, мне очень понравилось то, с чего ты начал, то, о чем многие просто забывают на самом деле, это то, что аналитик это функция, это не обязательно должность, это некая функция, которая должна выполняться и она, ну, собственно говоря, и пытается выполняться. Хорошо. И вот второй вопрос, который относится как раз к тому, о чем мы говорили перед этим, где граница работы аналитика, когда вот он начинает работать, по-твоему, да, в каком, то есть вот, что, триггер какой-то существует, и аналитик побежал работать, ну, или вот что, да, и второй, на который ты уже от его расширения этого вопроса, аналитика это принятие решений или поддержка принятия решений, ну, ты на него уже практически ответил, можно сказать, да, что с твоей точки зрения я так понял, что это поддержка принятия решений в первую очередь. Ну, нет, на самом деле, я так точно не говорил, давай начнем с этого вопроса. Я так понял. Это про принятие решений либо про поддержку принятия решений. Это зависит от корпоративной культуры. Чаще всего у большинства компаний аналитика используется по принципу топ-даун, да, есть вверху какие-то запросы, они доходят до аналитика, он готовит какие-то цифры, выдает это, запаковывает это все в какой-то отчет либо там пояснительную записку, и из этого получается информация, по которой можно принять решение. Но мне кажется, что такой подход, он в целом имеет место быть, но он устаревший. То есть, на мой взгляд, сейчас у большинства современных организаций и мне не хотелось бы тут употреблять слово матричная структура, потому что одна абстракция приходит в другую, то есть от этого проще либо понятнее не становится. Но я скорее про то, что я очень сильно верю в профнациональные команды и небольшие группы, которые закрывают потребность либо проблему со стороны клиента. И, соответственно, у них есть карт-бланш на то, чтобы в разных местах, где происходит взаимодействие клиента с продуктом либо сервисом по периметру, предпринять нужные действия для того, чтобы скорректировать сервис либо улучшить продукт так, чтобы большее количество клиентов получило быстрее необходимую ценность. поэтому я бы сказал, что в таких командах аналитик работает вот в дуплексном режиме. Команда формирует ряд гипотез, он помогает проверить, жизнеспособны ли они, валидны ли они, имеют ли они место быть. И, с другой стороны, как я уже говорил, ныряя в данные, а он ближе чаще всего к данным, он может сказать, «Ребят, я посмотрел, тут возможности выдать какой-то инсайт, я не вижу, но при этом есть любопытный момент вот такой, давайте копнем в эту сторону». То есть аналитик вполне может менять направление анализа либо же направление движения такой команды. Если он увидел, что данные говорят не в сторону подтверждения начальной гипотезы, а в сторону того, что эта гипотеза не подтверждается, но данные говорят об вот этом, соответственно, формируется новая гипотеза, приносит и уложит на стол, и если команда верит логике размышлений и исходным данным аналитика, то она вполне может фокусироваться на какой-нибудь другой задаче, на решении какой-то другой проблемы. Да, слушай, очень интересно ты описал, мне на самом деле прям нравится, но мне кажется, сейчас ты описал работу мечты для аналитика такого. Ну, не для всех видов разных аналитиков, да, аналитики-то бывают разные, кто-то любит исключительно работать с данными, кто-то любит считать или строить сложные модели, кто-то любит делать красивые отчеты и графики, кто-то любит интерпретации делать и давать рекомендации. Но для тебя вот то, что ты описал, вот эта вот история, да, вместо аналитики в команде, желательно, чтобы это была какая-то кроссфункциональная команда, в которой обязательно есть функция аналитики, которая может выполняться одним там человеком, выделенным специально, продуктованером, там, еще кем-нибудь, вот, но тем не менее, вот если говорим о специально обученном, специально выделенном человеке, специально обученном не будем говорить, это плохой экономик, как-то правильно забыл сказать, да, что, в общем, ассоциации могут быть хорошие, вот, так вот, если мы говорим о специально, да, мне прям показалось, что ты описываешь вот то, как должно быть по твоему мнению, когда речь идет о месте аналитика в том цифровом, например, бизнесе, да, в котором... так в этом как раз и вопрос, ты все время пытаешься функцию аналитика заузить, либо поставить в рамки, чуть-чуть ранее ты говорил про то, что, а где, типа, заканчивается, либо начинается функция аналитика, она не начинается и не заканчивается, то есть, это один из способов принятия решений через аналитику, соответственно, бывают истории, когда решения принимаются через God feeling, у кого-то есть... Извини? God feeling, то есть, ну, через внутреннее чутье. Я понял, да. Да, соответственно, по наитию, либо через интуицию, человек говорит, у кого есть право принимать решение, так, есть такая ситуация, я принял такое решение, то есть, оно может быть там и необоснованно, либо цифрам могут его не подтвердать, но это тоже вариант, либо же есть истории, в которых можно и нужно опереться на данные, а есть истории, в которых не так важна точность аналитики, сколько важна скорость отбрасывания... Ложных гипотез, давай за тебя. Ложных гипотез, да. Вот так, спасибо. Друзья, ворвусь, ворвусь. Короче, я, к сожалению, пропустил начало передачи, потому что боролся. Посмотрю, где написали. Да, я еще не раз посмотрю даже, так скажу. Ну, короче, в чем идея, я что хочу, как мне кажется, важно сказать, то, что, во-первых, у него очень глубоко резонирует, о чем Паша говорит и о чем Максим спрашивает, и я во многом, ну, как бы, с тем, что я слышал, я однозначно согласен. Не знаю я, упоминали вы или нет такую тему, как аналитик должен у себя в голове иметь модель того, чего он анализирует, то есть он должен разбираться в бизнесе, который он анализирует. И вот эти знания, они просто критически важны и необходимы для того, чтобы аналитик мог что-то полезное предлагать, потому что, ну, с моей точки зрения, вот это как я считаю, правда, вот сейчас, наверное, со мной Паша и Максим могут поспорить, но вот моя точка зрения на этот счет такая, то, что максимальная польза от аналитической работы, она будет только при условии того, что человек, который анализирует цифры, он понимает, что это за цифры и как они к бизнесу относятся, потому что бизнесы достаточно сложные. Второе, что я хочу сказать, то, что аналитика, это все-таки большие цифры. То есть, это был не вопрос, набор утверждений, которые ты... Да, 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 все верно. И я же говорю, врываясь, ребята, вот врываясь. Второе, я хочу сказать, то, что, не знаю, сказали вы про это или нет, но аналитика, это же про большие цифры, то есть, ну, как... Что такое большая цифра? Десять. Нет, подожди, девять, больше не бывает. Ну, мне кажется, там ближе к 97, вот волшебное число. Это не цифра, это уже число, это уже число, подожди, ты вот видишь. Короче, друзья, я... Что хочу сказать, то, что, ну, как бы аналитику важно принимать решения на цифрах, которые есть, которые достаточны для того, чтобы принимать какие-то решения. И в современном мире люди работают в... Ну, то есть, вот в интернете, в фейсбуке у нас в группе, например, встречаются люди, которые работают с абсолютно разными объемами цифр. И, например, там Сергей Лосев, который кричит за то, что там Python рулит по поводу Power Query, он упирает на то, что Python гораздо более производителен и то, что Python, ну, там, у него есть ряд своих преимуществ. Но при этом упускают вообще абсолютно из вида задачи тех людей, которые работают с какими-то меньшими цифрами, но тем не менее достаточными для того, чтобы их анализировали автоматизированными средствами. Так вот, я про то, что, ну, аналитика появляется тогда, когда есть что анализировать. Не во всех бизнесах есть что анализировать. Правильно же? Ну, правильно, Макс. На самом деле, сейчас вот как бы все обе темы, да, они, мы еще не затрагивали, да, как раз вот мы к ним подошли примерно. Вот, мы так плавненько как раз так мягко разговаривали, я, Паша, разогревал, разогревал. Вот это, вот, и ты сейчас как раз вот об этом обрешел. Ты смотри, вот первое, то, что ты сказал, ну, то, как я услышал, да, это, что аналитик должен запоминать предметную область. Ну, важно, это очень важно, что он не должен просто оперировать цифрами, потому что иначе можно построить зависимость там глобального потепления от количества пиратов, да, вот как бы известно. Вот, и, ну, скажут, да, вот она, смотрите, пожалуйста. Вот, а второе, это вот эти необходимые достаточные объемы данных, да, необходимые, достаточно. Но зачастую ты же заранее не знаешь, какой объем данных тебе достаточен. Вот, а вообще существует, Паша, вот как ты считаешь, существует возможность как-то наработать у себя вот, ну, может быть, немножко забегая вперед, да, вот такое чутье, что мне не нужно для принятия решения там, или выявления там, какой-то особенности, зависимости, закономерности и так далее, лопатить петабайты логов, да, поведение на сервере недостаточно. Вот, это знание, оно же, ну, по идее, как бы закладывается, наверное, методику саму, что ты анализируешь, как анализируешь. Ну, смотри, тут по большому счету есть пару тем, первая тема связана с тем, что, на мой взгляд, большие данные сильно переоценены, с одной стороны, их очень сложно, раньше было их сложно собирать и хранить, это было дорого, сейчас их не сложно собирать и хранить, но все еще местами сложно обрабатывать, для того, чтобы было понятно, то есть их надо же во что-то сжать, чтобы можно было в итоге это на каком-то одном либо двух графике показать и проинтерпетировать. Поэтому я бы сказал, что очень часто надо исходить не из того, каким объемом данных ты обладаешь, а из того, какой вопрос ты решаешь, насколько он тяжелый либо высокорисковый для бизнеса. Для вопросов, которые высокорисковые, надо перестраховываться. То есть, например, давным-давно придуманный статкалькулятор, который позволяет тебе сказать, вот это вот изменение конверсии, оно стозначимо или не стозначимо. Но есть истории, когда ты находишься на начальных этапах развития продукта, где, как я уже говорил, где скорость важнее точности. То есть, если ты быстро попробовал, у того же Facebook долгое время МОТа была fail fast. Это не означает, что они тогда уже делали суперкрутые, у них были там, грубо говоря, большие дата-центры, огромные департаменты с AI либо ML-специалистами и так далее. То есть, просто проверяли большое количество гипотез, находили какие-то простые сигналы в данных, быстренько формировали гипотезу и проверяли их на клиентов. И вот какое количество данных тебе заранее потребуется, понятное дело, когда мы говорим, что у нас есть гипотез получения конверсии, впихнул данные в статококулятор, вот базовая конверсия, вот лифт, который мы хотим получить, вот такой-то объем данных нужен. Но есть огромное количество вопросов, которые статококуляторами не покрываются. Соответственно, там ты исходишь из того, насколько тот паттерн, который ты видишь, насколько он стабильный. То есть, например, другая история, которую можно тоже пользоваться, ты можешь посмотреть, что у тебя есть какая-то разница в цифрах, и она стабильна, например, там, х месяца подряд. Соответственно, похоже на то, что это не случайная разница. Соответственно, ты можешь копнуть в эту историю и попытаться разобраться, почему она такая. То есть, я про то, что задачу всегда можно усложнить, но должен быть маржинальный эффект. Его надо всегда держать в голове. То есть, время и усилия, потраченные на решение задачи, не должны превосходить потенциальный эффект. Да, потенциальный эффект, либо выхлоп, который ты получаешь с этой задачей. Ну, я согласен. Здесь прям это моя больная тема, одна из мне иногда. Это очень легко ложится в аналогию с питоном. То есть, грубо говоря, есть вещи, которые на скриптовых языках, типа питона, либо арк, потому что я не хочу говорить только о питоне, потому что, на мой взгляд, питон, во-первых, не единственный язык для того, чтобы работать с данными и далеко не всегда оптимальный. То есть, при всех нюансах... Подожди, как не единственный? Подожди. Сейчас ты разрушил картину мира у многих людей, по-моему. Ну, слушай, у всех компаний... Нет, мы не будем тебя решить вопросами. Data Science и делах люди работают как минимум в двух-трех инструментах. Ну, логично. Мы не будем сейчас поднимать холивар там... Да, и мы не говорим про то, что там... Я же не сказал, что лучше. Я говорю про то, что считать можно по-разному в разных инструментах. Вопрос в том, что разные инструменты имеют какие-то преимущества перед другими инструментами, либо языки, либо подходы, почему это стоило бы сделать вот так. Вопрос в том, как вот эти выводы, либо данные, либо кусочек этого пайплайна, как он, в принципе, встраивается в общую цепочку поднятия решений. Но вернусь немного назад. Если есть вещи, которые я могу посчитать через визуальный инструмент, я не буду использовать скрипт. То есть, например, почему я в какой-то момент пришел к гайным системам? Потому что для меня аналитика это постоянный поиск инсайтов. Постоянная проверка гипотез. Обычно, чтобы найти какой-то интересный срез, тебе нужно просмотреть от 7 до 12 срезов. Посмотрел, выбросил, посмотрел, выбросил. Смотрел, опс, интересно. Все, начинаю делать drill down. Но чтобы найти такой срез, тебе нужно очень быстро формировать. То есть, тебе там нужно x-dimension закинул на какую-то ось, еще dimension закинул в субось. посмотрел, не, ничего интересного дальше. Выбросил, поменял, выбросил, поменял. И вот этот итерационный процесс, он должен быть, он должен быть достаточно быстрым. И вот здесь, я вот недавно писал пост по поводу биных систем, что они живее всех живых и вряд ли когда-либо уйдут из жизни аналитика, потому что не позволяет очень быстро проверять x-гипотез на стандартных dimension-ах либо измерениях и при этом ты не кодируешь каждый раз замок. Ты написал одну метрику, которая для любого измерения автоматически пересчитывается, потому что во всех других случаях будет то либо SQL, на котором часто делают первичные расчеты в флет-табличке, либо же Python, на котором если даже и удобнее писать, чем на SQL, все равно ты сделал какую-то флет-табличку и потом, если вдруг у тебя меняются dimension-ы, тебе нужно править код, чего, например, не нужно делать в BI. То есть вопрос для меня всегда скорости. Как быстро я могу дойти, за какое количество итераций я могу дойти до точки, откуда и начнется аналитика? Отлично. У меня теперь провокационный вопрос. А вот подожди, Макс, сейчас я первый, я первый. У меня провокационный вопрос. А вот это вот, ты говоришь, быстро покрутить разные срезы и увидеть интересные. Это неинтересно, это неинтересно, неинтересно. Буквально твой последний пост говорит о том, что интересно, неинтересно, тоже можно автоматизировать. Ну, всякое случилось делать подробно к этому. Не идет ли к этому дело, а если можно автоматизировать оценку интересно-неинтересно, то тогда получается, что опять мы возвращаемся к вопросу, что зачем нам биосистема, если тут мы полагаемся на человеческую чуйку, на твою чуйку, да, вот это, у тебя там есть насмотренность на цифры свои, и ты там их чувствуешь, да, ты их видишь там, вот, а тут за тебя система насмотрелась, причем насмотрелась гораздо больше, чем ты можешь в принципе когда-либо насмотреться, да, там, сделал бутстрапинг какой-нибудь, как насмотрелась на миллиардах этих выгрузок каких-нибудь там, да, поднаборов, и тут вот как бы, ты же когда говоришь интересно, не интересно, ты, ну, вот, включаешь чуйку, реально же, да, вот когда тебе интересно или не интересно, или это все-таки ты смотришь на число, если ты смотришь на число, то нельзя автоматизировать. Чуйка, это если бы я сразу пошел в нужный срез, а здесь скорее вопрос в том, что ты смотришь на разницы цифр, понимаешь контекст продукта, о котором Макс Уваров говорил, мы сейчас к этому вернемся, и понимаешь, что вот это может быть скорее всего потому, что в нашем продукте, например, есть такая особенность, либо в нашей бизнес-модели есть такой нюанс, ты понимаешь приблизительную причинно-следственную связь, или хотя бы допускаешь, что она есть, знаешь, как твой продукт либо сервис работает, ты понимаешь, ага, теперь я могу пойти, забрать доп.данные и оказаться ближе к истине. вот Уваров правильный поднял вопрос по поводу того, что вообще несложно считать разные данные в разных инструментах, применять разные языки, программирование, либо аналитические языки, и что-то выплевывать в виде каких-то там цифр и так далее. Вопрос в том, что нужно понимать контекст, что это может означать для бизнеса, что это может означать для клиентов. Могут быть там такие базовые вещи, как, например, окей, допустим, мы смотрим, что есть какой-то канал, допустим, он неемкий, и в нем стоимость привлечения клиента очень небольшая, а там ЛТВ достаточно большой. И система такая, вот, это же хорошая точка роста, давайте идти туда. Вот ты, например, приходишь к маркетологу, говорит, типа, чувак, ну, я не могу нарастить этот канал там. Не то, что там в 10 раз, я могу там добавить 20%. То есть, это контекст, которого эта цифра уже не дает, потому что важно понимать, эта цифра потом куда встроится, в анализ следующего порядка. А этот анализ следующего порядка дальше, в анализ следующего порядка. И тебе в итоге нужно понимать, как твой конкретный анализ линкуется к целям бизнеса общим, понимаешь? И, соответственно, это усиливает, помогает бизнесу или нет. То есть, даже, например, можно смотреть на тему, такой совсем лоб пример. Ты смотришь, например, у директ-трафика там хорошие показатели вовлеченности и еще чего-то. Как нарастить директ-трафик? Черт, только через знание о бренде, когда человек знает о бренде, в поисковой строке набирает твой URL и вот он на твоем сайте. То есть, если совсем неопытный, посмотрит, ой, директ-трафик, у него качество сильно лучше, чем, например, уплатного трафика, и скажет, надо масштабировать директ-трафик. Маркетолог посмеется и все скажет, ну, спасибо, чувак, но это не полезный инсайт, то есть я не могу с ней ничего сделать. То есть, в итоге получается так, что либо система, которая нам, ну, сама за нас должна вот это просматривать, да, и принимать за нас какие-то там решения, в каком направлении дальше она будет копать, усложнять свой анализ, либо она должна просто обладать как минимум всем тем метазнанием, скопом знаний о предметной области, да, мы не можем настолько, наверное, на данном этапе пока точно нет. В ближайшие 50 лет точно нет. Ну, да, мы не сможем Не, ну не 50, ну не 50. Ну, Макс, ну давай, не будем там, у нас уже не будет. Нет, мы еще будем. Можем, можем, можем про 50 лет нормально не говорим. Я считаю то, что на уровне Фейсбука машинный интеллект очень хорошо понимает, что в системе происходит и гораздо лучше понимает, чем, ну, короче, для определенного класса аналитических задач, чтобы находить девиации, какие-то там спайки и тому подобное, важные для бизнеса. Я уверен то, что в Фейсбуке машинный интеллект короче, очень много может уже сделать. И уже делает, наверняка. И будет делать еще больше с каждым годом. Для других компаний не уровня Фейсбука, но, наверное, по-другому, но все равно не 50. Ну, хорошо, хорошо, Макс, да, я согласен с тобой тоже. Я бы прокомментировал, но нет. Ну, давай, что я? Ну, во-первых, я вообще не верю пока в машинный интеллект. То есть, ну, это алгоритмы, которые работают по какой-то конкретной логике. Интеллект способен синтезировать новые знания. Мы пока об этом не говорим. Во-вторых, ну, все знают слабости машин лернинга. Он обучается исключительно на исторических данных. Соответственно, он может просто воспроизводить этот паттерн. И когда случаются такие черные лебеди, не знаю, COVID, либо еще что-то, то есть он бессилен. Это во-первых. Во-вторых, у любого бизнеса идет дрифтинг данных. То есть, например, аудитория Фейсбука стареет, либо там Фейсбук вряд ли уже дальше будет растить такими темпами, чтобы там, не знаю, в трех с половиной миллиардов или сколько у них сейчас всего аккаунта там прыгнуть до семи. И потребность у этих людей меняется. Поэтому есть вещи, которые в принципе невозможно обсчитать. потому что эти процессы происходят на другом уровне. Понимаешь? Соответственно, в каких-то дискретных моментах времени ты можешь неплохо понимать, что может быть из двух-трех опций. Но понять в итоге, куда мы придем не в дискретный момент времени, а через сто пятьсот дискретных моментов времени, ты, скорее всего, не сможешь. с хорошей степенью достоверности. Ну, и с человеком ты точно так же не можешь с хорошей степенью достоверности опять на продолжительные промежутки времени прогнозировать. Правильно, поэтому степень сюрприза она все равно будет оставаться. Она может, конечно, сжиматься в каких-то задачах, но она все равно будет оставаться. И в конце концов, ну что ты сможешь сделать, Макс, с машиной? Ну можешь ее выключить. Человек можно оштрафовать, наказать, повысить, да, и так далее. Уволить, в конце концов. Взять другого. А тут, понимаешь, ты свою систему выбросил, а какую ты возьмешь в замену? Ну это никакую. Слушайте, ну я просто вспоминая свое маркетинговое прошлое, в 2012 году начинал свой день с того, что заглядывал, как у нас в Google Analytics тогда только инсайты появились и как они назывались. Короче, вот эти вот штуки, которые анализировали в самых разных срезах данные и говорили, о, вот здесь вот у тебя аномалия, о, вот здесь вот у тебя аномалия. И временами он находил то, что действительно важно. То есть уже тогда, в 2012 году, такая ограниченная система в знаниях, как Google Analytics, но уже могла быть полезная. В современном мире через 8 лет... Макс, мы не говорим про то, что это не заменит принятие решений. Еще раз, найти всплеск, это не означает понять, откуда он появился, что он означает и, собственно говоря, как мы можем на нем капитализировать. И ты же сам сейчас сказал, что она тебе давала там, условно, 10 инсайтов, из которых ты говорил, о, вот это полезно, один, да? Но полезность его оценивал именно ты, а не сама система. Она не могла взять вот эти 10 инсайтов, ну и что дальше, да? Ну, вполне возможно, что сейчас развиваются системы преддиктивные, но, честно скажу, у меня всегда к этому было отношение ровно такое же. Есть статистика, да? Всегда мы говорим о том, что любая машинное обучение, искусственный интеллект и так далее, это статистика просто разной степени натруженности. Я не знаю, да, можно так сказать. Там, сейчас про искусственный интеллект не будем говорить, отложим, да? Нет такого. Вот, но то, что называют, больше маркетинг. Ну ладно. Но все нейронные сети, машинное обучение, любые другие, это все статистические алгоритмы. Какие-то математические алгоритмы работы с историческими данными, как ты, Паша, так и сказал. У меня всегда было ощущение такое, ну, то есть, они могут найти какие-то взаимосвязи, которые мы невооруженным взглядом будем долго искать, или не сможем подтвердить их актуальность и значимость. Например, мы чувствуем, но вот как собачка, понимаем, сказать не можем, да, почему. Почему, например, количество пиратов реально повлияло на температуру мирового океана? А ведь важный вопрос. Да, между прочим, что не стоит ли нам их возродить, в конце концов. И раз. Да, и, но все равно это исторические данные, и когда начинаешь думать, хорошо, о чем отличие, ну, исторические данные, у нас всегда данные, которые у нас есть, они всегда исторические, то есть, вот они начинаются, ну, у нас нет будущих данных никогда, их никогда не будет, потому что данные либо они есть сейчас, в момент регистрации фотона, условно говоря, ну, а в остальном момент он в спутанном состоянии. Так что, вот, и вот этот, скорее, более философский вопрос, на мой взгляд, да, насколько мы сможем когда-то доверять, в каких случаях мы сможем их использовать эти системы, пока симбиоз однозначно, и пока в подавляющем большинстве, на мой взгляд, с превалированием человеческого фактора. Может быть, он постепенно съезжает, да, но пока, пока так, но это в любом случае симбиоз. Мы тоже же свои связи, синапсы, мозгу, между собой на основе исторических данных общаются. страх. Вот. Но, тем не менее, да, просто вопрос сложности системы. Да, пока системы сопоставимые с сложностями человеческого мозга у нас как бы только узкоспециализированы на каких-то, да, вещах. А вот в целом, если весь объем знаний, память, налоги и прочие-прочие-прочие вещи, вот, мы пока даже не сами не очень понимаем, как люди с этим справляются. И это, кстати, Макс, очень интересный момент про то, что мы до конца не научились использовать свой мозг по разным исследовательским оценкам. Мы там от 3 до 10, самое максимальное, что я читал, до 20% мозга используем, а 20, не верю, скорее там 3%. И при этом мы пытаемся строить его подобие вместо того, чтобы инвестировать в развитие вот этих вычислительных мощностей. Ну, я слышал, да, противоположно, что это миф, что на самом деле действительно мозг задействуется на полную, просто вопрос в том, что в один момент времени может быть там, да, вот как-то так. Еще вопрос, что такое полное в этом понимании. Ну, то есть там, если какая-то специализированная задача, например, взять пианиста, который исполняет на пианино, на фортепиано какие-то там произведения очень сложных композиторов, мозг выполняет очень сложную математическую работу, если подумать. какая там происходит. Вот у этого человека, у него на сколько мозг используется? Ну, там типа на 100%, 90%, как это посчитать? Ну, наверное, я думаю, считается очень просто. Если человеку в этот момент времени подается на вход дополнительной информации, способен ли он ее воспринять, понимаешь? иначе у него просто стек-оверфлоу все, знаешь, все. Вариант, вариант. Да, коллеги, давайте двинем чуть-чуть дальше. Вот у меня есть, то есть я бы готов, на самом деле, об этой теме говорить еще час, но мы уже довольно тоже длинную часть сняли, и я пока не вижу ни одного кусочка, который мне хотелось бы выбирать или переписать. вот хорошо, вот аналитик должен делать вот такую вещь в идеальной картине мира, опять же, повторим, мы не говорим о аналитиках, вся задача которых свойственна, дашборды клепать, или ежемесячная отчетность, раз в месяц нажимать кнопочки какие-то, может быть, в течение двух недель, но тем не менее. У всех разные, конечно, истории, разные задачи, и понятно, что не бывает какого-то там реального, я true аналитик, а ты не true аналитик, вот, и опять же, вот ты сейчас, ну, понятно, почему говоришь больше о диджитал сфере, да, есть же куча не диджитал, там, реальное производство, то, что он занимается с реальными вещами в мире, там, перевозки, не знаю, ну, все что угодно, да, то есть, то, что мы едим, в конце концов, да, и этот бизнес необязательно, вообще даже связан с интернет, и понятно, что там объем данных, который нужно анализировать, он, как правило, может быть меньше, и, как правило, всегда меньше, но это не значит, что это легче, на мой взгляд, да, как это, это не значит, что в диджитале весь объем данных несет в себе полезную информацию, да, да, безусловно, но, что меня всегда, конечно, вызывало зависть в диджитале, то, что цифровизуется, зараза, то есть, логируется, логируется след, да, цифровой след остается от массы всего, и дальше уже только твой аналитический скилл и инструменты позволяют тебе там использовать или не использовать это, и дальше путь до принятия решений, он тоже короче значительно, чем в окружающей среде, в офлайновых бизнесах больших. Да, можно сказать. тут есть, ну, ближе, ближе, ну, представь тебе, нужно на заводе металлургическом перестроить там бизнес-процесс какой-то. В этом смысле я даже, ну, могу представить, конечно же, речь не идет о технологических процессах, как правило, их невозможно так быстро, но это не задача бизнес-аналитика, наверное, о котором мы говорим. Ну, бизнес-аналитик должен, наверное, в таком случае понимать, что существует ограничение домена, предметной области, ограничение контекста того самого, с которыми, ну, он, и мы опять возвращаемся к вопросу, что аналитик должен хорошо разбираться в предметной области. Может ли аналитик быть хорошим, не разбираясь в предметной области? Вот, например, как я, я отдаю советы людям по самым разным вопросам, но при этом, Макс, для этого мне надо задать вопрос, а ты себя считаешь аналитиком? Нет. Тогда не должен. Тут же вопрос, в чем, считаю ли я себя аналитиком, вот, когда я тебя слушаю, я себя абсолютно не считаю аналитиком, я понимаю, что вообще, в принципе, я такой хороший ремесленник, который изучил инструмент, да, изучил инструмент, я хорошо понимаю этот инструмент, я насобачился на каких-то паттернах, то есть ты мне привози Opel, я ему колесо поменяю, там, Мерседесу тоже колесо поменяю, и Ладе поменяю колесо, и так далее, да, вот, ну, в этом смысле, но в целом сказать, что смотри, если я тебе вот здесь сейчас поменяю вот это колесо, а у тебя вот там, ну, не знаю, тут гаечку подкрутил, а тут, за эту часть далеко не всегда, конечно, готов браться, каждый более серьезный проект требует погружения в предметную область, вот, как только речь зашла не только о том, а как мне опять сложить семью, да, там, с десятью, вот, чуть сложнее что-то, чуть сложнее, чем поменять колесо, все, тут ты должен погрузиться в предметную область, безусловно, иначе ты, ну, просто ничего не сделаешь, либо сделаешь то, что скажешь. Ну, да, вот это интересный, Макс, момент про то, что недостаточно посчитать цифру, иногда, задав несколько уточняющих вопросов заказчику, вы можете быстро прийти к выводу, что вообще считать не надо, и решение, в принципе, уже принято, а иногда, даже посчитав цифры, мы не можем сделать никакого однозначного вывода, поэтому, на мой взгляд, аналитика сложна тем, что очень большая степень неопределенности, как на входе, очень зашумленные запросы, его нужно очищать, для того, чтобы было понятно, в чем суть запроса, так и на выходе, а что же эти цифры означают, и какого плана рекомендацию дать или не дать, и можем ли мы ее, в принципе, реализовать, потому что иногда бывают истории, когда рекомендации, ну, как ты вот приведел пример с директ-трафиком, рекомендацию дать можно, но выполнить ее невозможно. Ну, понятно, да. Хорошо, Паша, скажи, пожалуйста, какой-то вот есть у тебя личный твой, не там, подсмотренный где-то, может быть, выросший на твоем опыте перечень тех скиллов, которыми аналитик должен обладать? Вот вообще, там, можешь ли ты описать, что аналитик должен быть там и перечисление софт-скиллов, потом перечисление хард-скиллов? Ну, для тебя существует такое? Или... Ну, смотри, я как человек с аналитическим складом ума стараюсь любой процесс разложить на какие-то составляющие или этапы. Почему? Потому что вот, например, я в последнее время работаю с лайф-коучем, мы периодически обсуждаем разные вопросы жизненные, которые меня интересуют, он мне часто говорит, что, Паш, часто твой запрос касается двух, трех или там четырех тем, мы не сможем на них ответить одновременно, возможно, ответа единого, который покроет эти три-четыре области, нет. Поэтому давай попробуем сузить твой вопрос до чего-то одного, где можно углубиться и понять первую причину. Потому что мир, он на самом деле, ну, сложный, взаимосвязи нелинейные и очень часто возникают вопросы, которые требуют уточнения. Вот мне кажется, с аналитикой та же самая история. Поэтому я для себя аналитический проект либо процесс разбиваю на несколько этапов. Первое, это, собственно говоря, реальное погружение в суть запроса. то есть для меня аналитик это такой человек, который, с одной стороны, может все посчитать, а с другой стороны, должен четко отрезать запросы, которые считать не нужно. Когда заказчик говорит, что нужно, как именно нужно считать, а не что он хочет посчитать. И второе, когда заказчик не до конца понимает, как он будет использовать эти данные. То есть, грубо говоря, заказчик говорит, мне нужно посчитать, допустим, среднее количество обращений на клиента. Можно идти сразу считать, а можно спросить, хорошо, допустим, я дал тебе эти цифры. Что ты будешь с ними делать? Чтобы понять, на самом деле, какой ход мысли после того, как информация получена. И оказывается, что на самом деле он хочет проверить такую-то гипотезу, ты понимаешь, да нет, этот расчет не поможет тебе ответить на твой вопрос, потому что давай лучше посмотрим вот это. И вот мне кажется, что первое, это все-таки четкое понимание того, какую задачу мы хотим решить. А для этого нужно уметь коммуницировать. С одной стороны, а другой стороны, периодически говорить, нет, мы не будем этого делать. Потому что загрузить аналитика к кранчингам цифр очень легко. Можно вообще 24 часа в сутки считать, что-то, ну, сводный, табличный, тягачек или графики. Паш, это не поможет. Это первое. Как бы ты назвал это качество? Подожди, подожди, это первое. Потом, это, собственно говоря, действительно умение быстро получить доступ к данным, чтобы понять, они могут тебе помочь или не могут. Если не могут, то поискать данные, которые могли бы приблизить тебя к ответу на вопрос. Третье, собрать, собственно говоря, какой-то расчет и подать его в виде либо сводной таблички, либо графика. И четвертое, посмотрев на весь этот процесс еще раз от начала до конца, синтезировать либо гипотезу, либо рекомендацию. Ну, и последняя вещь, которая не явно подразумевается, это то, что если в процессе сбора информации по какой-то гипотезе ты видишь, что она не подтверждается, но видишь, что есть другая гипотеза, донести эту мысль обратно до команды, что, ребят, мы не туда идем, потому что-потому что или обратить внимание на эту вещь. То есть молчаливый аналитик это опасный аналитик. Интересно. Так, подожди, давай теперь попробую я. Мне прям все зашло, сразу говорю. Спасибо вам. Нет, я имею в виду, что я прям каждый раз нахожу аналогии в своих каких-то опыте в своем либо в опыте моих клиентов. вот смотри, скилл, который ты описал как умение задать правильный вопрос и не задавать неправильный вопрос. Как это, вот как-то в таком названии, оно мне немножко, я люблю короткие какие-то емкие вещи, не знаю, вот есть у тебя короткое какое-то название, как бы ты назвал вот это вот умение, то есть это, может быть, это просто уже навык какой-то, который относится как раз к предметной области, когда понимаешь, что не нужно считать, но это опыт, это не скилл, это опыт, вот, словно говоря, свойства, это не свойства, это опыт накопленный, а какое свойство человека может привести к тому, что он умеет распоряжаться таким опытом, ну, многие же люди там, да, выполняют. но тогда, наверное, сузим это до умения сказать нет в начале задачи, мы не будем этого делать. То есть какая-то такая, в общем, твердость или уверенность, или как? Умение отстоять точку зрения? Аналитика часто хотят продавить на поиск именно тех данных либо тех выводов, которые дополняют картинку мира продакта, заказчика, кого угодно. Но очень важно, чтобы аналитик оставался в этом плане беспристрастным. То есть, грубо говоря, он говорит, ребят, я посмотрел на цифры, вот такие цифры, взял их вот оттуда, посчитал их таким образом, вот такие получаются результаты. Моя интерпретация такая, она расходится с тем, о чем изначально говорили. Я считаю, что цифры не подтверждают начальную гипотизу. То есть, мы должны там остановиться и пойти там в другом направлении. И это непростая вещь, потому что далеко не все заказчики готовы услышать нет. Я согласен. Как в начале исследований, потому что аналитик, есть исследования, которые могут быть просто глупыми, есть исследования, которые могут занять кучу времени, а есть исследования, которые, собственно говоря, могут занять кучу времени, по ним будет видно, что здесь перспектив нет, но при этом тебя будут дальше пушить на то, чтобы ты нашел объяснение, почему там есть перспектива, понимаешь? Я понимаю, но это, конечно, очень неприятная вещь. И вот здесь вот обязательно важно аналитику понимать вообще, как бизнес работает, потому что он может в этом направлении сказать, типа, чуваки, дальше мы двигаемся, только если у него есть уверенность в том, что он понимает, как бизнес работает, у него есть еще собственная возможность сказать твердо нет, и это коммуницировать здоровым образом к тому, кто его спрашивает и продавливает, правильно же? Собственно, где с этого и начинается, нужно, поэтому я говорю, что часто аналитику говорят, что нужно посчитать, но аналитик должен сказать, подождите, я посчитаю, возьму нужные данные, сделаю правильный расчет, с этим вопросом не будет, давайте поймем, какую задачу мы хотим решить, то есть, собственно говоря, тот ли, перефразируя вопрос заказчика сказать, мы действительно хотим решить вот эту вот задачу, я правильно понял, что конечная цель наша вот такая? Действительно, мы хотим решить задачу, чтобы ваше выступление на совете директоров было воспринято положительно, и вам выписали годовую премию. Нет, ну вот это как раз макс манипуляции. Нет, почему? Ведь когда мы говорим, что кто-то хочет продавить свое решение, да, вот, ну и подтвердить его аналитикой, и чтобы, нет, ты найди под него обоснование, ну, раньше, так это называлось, нарисуй мне хороший отчет, да, вот, а сейчас, ну, если мы говорим о... Заметь, не построи мне хороший отчет, а вообще нарисуй. Да, 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 если мы говорим о репортинге, да, ну, это же не обязательно говорить прямыми словами, у нас люди в этой казуистике учатся некоторые довольно рано, вот, но вот здесь получается, смотри, по-твоему, аналитик должен сказать, типа, да вы все дураки, как бы, ничего не понимаете, вот, я посчитал, у меня все вот так, вот, и здесь вот эта смелость сказать, смелость сказать, что... Почему сразу говорить, вы все дураки, ты просто говоришь про то, что говорят обратно, я их интерпретирую следующим образом, надо принимать решение, должен, собственно, взвесить все за и против, и либо учесть цифры и рекомендации, либо нет. Вот, хорошо, то есть, ну, он должен быть и тактичный в том числе, да, то есть, хорошо, он такой должен быть твердый, умеренный, да, ну, то есть, по крайней мере, честный и тактичный. Ну, он должен быть не про личное, а про вопрос. Вот, хорошо, ну, смотри, вот умение добраться до данных, ты упоминал еще, такое свойство, да, добраться до данных, это умение в смысле знать, где эти данные есть и как их получить на организационно-человеческом уровне общения или умение добраться до этих данных на технологическом уровне общения? На обоих? Конечно, на обоих. С одной стороны, ты должен поговорить с людьми, потому что информация о том, какие таблицы, какие ключи, да, чтобы связи построить, они находятся в головах конкретных IT-специалистов, и с ними нужно поддерживать контакт, а с другой стороны, ты должен иметь, ну, базовые навыки, там, SQL, либо еще чего-то для того, чтобы забрать эти данные. Свой инструмент. Хорошо. А скажи, пожалуйста, существует ли, по твоему мнению, какой-то минимальный технологический стэк, которым должен владеть аналитик? Ну, мы пока все время говорим об аналитике, которая анализирует какие-то процессы внутри компании, да, то есть там, либо пусть это продукты, да, компании и так далее. Слушай, ну, я думаю, что для меня это всегда три технологии. Первое, SQL, потому что большинство данных в репрессионных базах дома. Потом какой-нибудь скриптовый язык, на котором можно делать более сложную обработку, чем на SQL, хотя, как бы, я просто не сильно крут в SQL, поэтому я предпочитаю языки более высокого уровня, типа R, либо там M, потому что иногда нам данные после того, как они даже получены из базы данных, либо из любого другого репрессионного источника, они должны быть обработаны, подготовлены. И некий инструмент, в котором можно эффективно делать расчет и визуализацию. Выбор конкретного, да, если я тебя правильно понимаю, конкретного инструмента, он, наверное, зависит от того... Нет, так они, как правило, в связке два, либо три используются. Ну, как правило, да. То есть, если ты выбрал визуализационный инструмент один, да, то, как правило, там где-то рядышком будет вспомогательное, что-то какой-то инструментарий. Ну, два из трех регулярно используются. То есть, я, например, регулярно пишу базовые SQL-запросы для того, чтобы забирать данные в BI-систему. Иногда делаю припроцессинг, иногда не делаю, зависит от задачи, и делаю там расчеты на DAX и визуализации в Power BI. Иногда я делаю следующую вещь. Делаю расчеты в Power BI, потом делаю выгрузки из Power BI. Слава богу, что DAX это еще и query language, и я могу сразу же в нужном мне срезе выгрузить результирующую метрику, а потом, например, выгружаю это в CSV через DAX Studio, потом иду в RStudio, загружаю это в CSV уже с бизнес-метрикой, которая как-то себя ведет, и делаю аналитику следующего порядка, например, пластеризацию, либо же там поиск аномалии, либо еще что-то. Могу это обсчитать, таким образом дообогатить данные и вернуть их обратно в аналитическую систему, дообогатить через присоединение CSV. Ну, и это такой себе может быть цикл. То есть нет одного инструмента, который достаточно хорош для всего. То есть иногда это комбинация инструмента. Я бы сказал, что практически всегда это комбинация инструмента. Но по большому счету, если условно говоря, кому-то больше нравится ARC, кому-то Python, кем вы пользуетесь? Да. Хорошо. Где ты посоветуешь качаться как аналитику человеку? То есть на чем качаться? Понятно, что у всех свои... Подожди, еще важный момент, что у всех своя предметная область, свои особенности. Кто-то в диджитале, там можно говорить, я продуктолог, там я SEO-шник, я маркетолог, делиться там. Кто-то говорит, а я вообще про ваш диджитал ничего не понимаю, у меня вот тут, понимаете, баннеры, шелфтокеры и прочая физическая вещь. И вообще у меня BTL, ETL и прочие развлекухи. Вот здесь сейчас прямо у меня в магазине тут очередь из клиентов и так далее. У меня другие задачи какие-то. Но тем не менее аналитически мы все равно решаем одну и ту же задачу из набора сигналов. Мы должны выделить важные и так далее. А есть ли вот такие ресурсы, которые бы ты посоветовал именно с точки зрения развития вот этого аналитического чутья, аналитического навыка, которое позволяет найти вот какую-то ту самую святой грааль, ту самую волшебную метрику? А есть ли он? Я даже решил сегодня не затрагивать этот вопрос. Мы бы долго говорили о том, что нет никакого святого грааля, нет никакой-то универсальной метрики. Но тем не менее, в каждом конкретном случае есть более модные или более правильные метрики, но особенно в сложных продуктовых схемах. Как понять, куда смотреть? Что ты сам для этого находишь? Как ты вообще изобретаешь эти метрики? Иногда получается, хотя я не люблю быть первопроходцем, потому что я уверен, что в любой момент времени кто-то уже этим занимается, либо занимался и есть уже какой-то прогресс. То есть для меня всегда аналитическая задача начинается с того, что я уточняю еще раз потребности заказчика, хочу их лучше понимать. И, собственно, пытаюсь понять, как-то сделать внутреннюю классификацию, как эта задача связана с моим предыдущим опытом. К чему она ближе? То есть мне же нужно выбрать какое-то направление, в котором я пойду. Поэтому первая важная вещь, и как бы учитывая мой опыт, что я через венчурную индустрию, потом через маркетинг пришел к аналитике и продуктовой аналитике, я бы сказал, что чтобы быть эффективным аналитиком, тебе нужно разговаривать со своим заказчиком на одном языке. Это означает, что ты базовые фреймворки, подходы и метрики, которыми оперирует твой заказчик, должен понимать. Потому что иначе он будет тебе отделиться своей болью и рассказывать про то, что он видит в своей системе координат, а ты его просто не услышишь. И, соответственно, будешь решать другую задачу. Это первое. Во-вторых, мне кажется, очень важно постоянно практиковать решения типовых задач с маленькими изменениями, с маленькими нюансами для того, чтобы у тебя вырабатывался навык очень быстрой подготовки к непосредственному ресерчу. Я уже сегодня пытался озвучить эту мысль, что тот же поиск перспективных либо интересных срезов, это про то, как быстро ты можешь дойти до точки анализа. Потому что перед точкой анализа нужно все-таки понять, что мы хотим сделать, потом пойти взять данные, потом как-то их подготовить, потом сделать первичную какую-то визуализацию, чтобы ты вышел в точку ноль и от нее уже дальше двигался. И вот как бы скорость дохождения до точки ноль, мне кажется, безумно важна. А для этого ты должен хорошо владеть инструментарием. Вот. А дальше, а дальше уже очень важно, насколько ты смотришь на опыт других аналитиков. То есть я предпочитаю читать либо блоги конкретных людей, либо аналитических компаний. Ведь по большому счету вот этот последний пост, который я на днях выложил, там есть отсылка на статью аналитика из компании HIP. HIP аналитическая система, которая там появилась еще раньше, чем Amplitude. Ну, тем не менее, мне кажется, она чуть-чуть слабее, чем Amplitude с точки зрения инсайтов и подходов к более продвинутому анализу. Но вот опять-таки они наняли хорошего дата-сайентиста, у которого хороший блок в Arians Explained. И они начали искать несложные, но простые, надежные, понятные механизмы, как выжимать из данных больше полуавтоматических инсайтов, как помогать продуктам и аналитикам быстрее сфокусироваться на интересных и важных вещах. Поэтому я, с одной стороны, читаю про практический опыт, а с другой стороны, периодически задумываюсь над тем, как, в принципе, мне фундаментально улучшить свои знания. Поэтому я периодически беру и читаю книги. Ну вот, например, когда мне важно было разобраться с языком R, вначале я разобрался с ним на программном уровне, R for Data Science, Хедри Викима я прочел. Когда я понял, что я, в принципе, могу оперировать данными и делать нужные мне расчеты, я пошел в сторону статистики. Соответственно, взял книжку профессора одного из университетов, Advanced R. Я сейчас точно тебе не скажу, как она называется. И я по ней проходился, потому что мне было важно понять, какие же возможности дает R. Потому что достаточно, мне кажется, наивно погружаться в очередной инструмент для того, чтобы делать базовые агрегации, типа там средние, суммы и так далее. Если ты берешь какой-то инструмент, то ты, наверное, берешь его, потому что у него есть какой-то набор функций, либо методов, которые очень быстро, элегантно, без килограмма кода позволяют тебе достичь твоей цели. R. Один из таких языков. Конечно, чтобы это знать, нужно задаться вопросом. Например, я хочу посчитать статозначимость, посмотреть, как не очень удобно это делать, например, в том же Excel, посмотреть, как в принципе делают это люди в white paper, где они пишут, и в итоге там перейти к пониманию, что тебе либо нужен какой-то пакет, либо функция на R, либо там, может быть, на Python. И, соответственно, разобрался, протестировал, попробовал и понял. О, я внес это в свой Toolkit. И вот последний провокационный вопрос тогда. Я, например, плохо знаю статистику. Ну, то есть я ее знаю на каком-то уровне. Ну, я считаю, что я плохо ее знаю, я там могу оперировать простыми терминами, но вот в плане, когда мне говорят там лес каких-то деревьев, да, я уже понимаю, что это просто название. Я его слышал, я его знаю, но детали его я не понимаю. Можно ли подойти к изучению статистического инструментария через язык? Берем язык R, начинаем изучать, о чем он может, а что он, какие-то можно, это смотрим на примеры. Вот смотрите, Василий Иванович посчитал какую-то там суперметрику, при этом он взял данные и запихнул ее вот в этот пакет на Аре, да, и смотрите, он ему выдал решение. И вот он, когда увидел здесь число 15, он понял, что это хорошо. Вот. И у меня есть подозрение, что очень многие люди сейчас думают, что можно прийти к пониманию статистики через инструмент, а не наоборот. Вот что, как ты считаешь, это не будет ли это самообманом, да, и, то есть, мне кажется всегда, что это будет немножко самообманом. Ну да, я пойму там, что вот, когда у меня будет какой-то там, не знаю, кси-квадрат посчитан, вот, да, то он вколеблется в каких-то, я где-то прочту, что если его величина там от 0,8 до 0,1,2, это хорошо, да, вот. Но это никакой взаимосвязи другой мне в голове не вызовет. Что первичнее? Ну, я могу тебе сказать так, я, хотя я заканчивал прикладную математику, там, в институте меня мат-анализ, статистика мало интересовала, мне интересовало только программирование. То есть ты примат, ты примат, понятно, да. Но, так я и на плюсах когда-то писал. Вот. Но я хочу тебе сказать следующее, что в какой-то момент я понял, что я не хочу делать базовые вещи не очень удобным способом, постоянно писать x-формул для того, чтобы это посчитать. И что, ну, невыгодно, да, неэффективно делать там более сложные стат-расчеты в Excel. Или же абсолютно бессмысленно искать какие-то точечные add-ins под Excel, которые там умеют в каком-то ограниченном виде использовать машинное обучение. Соответственно, нужно переходить на инструменты, которые для этого заточены. И ты идешь в этот инструмент, начинаешь проходить его с точки зрения, как мне быстро решить свою задачу. Друзья, да, окей, у меня есть функция, данные нужно подготовить в каком-то виде. Положил, вот у тебя какой-то результат, быстренько прочитал в одном-двух постах, либо на, как там, стат-экченч или мат-экченч, стат-экченч. Приблизительно как-то интерпретировать, все, картинка сложилась. Потом начинаешь задуматься, так, а если я возьму немножко другой датасет? Ой, здесь по-другому уже нужно интерпретировать, либо там чуть-чуть по-другому работает. И в итоге начинаешь пробовать этот инструмент с разными данными, и у тебя появляется опыт того, как именно работать с этими функциями, какие нужно готовить данные, какие у тебя могут быть исходящие результаты, как их интерпретировать. То есть я, в принципе, через потребность делать более сложный анализ пришел к АРУ. Вначале я освоил его так, чтобы я на нем мог писать все, что захочу на уровне препроцессинга. потом погрузился уже в решение стат-задачи, ML-задачи. Подожди, а у тебя все-таки было математическое образование? Без математического образования человек может идти таким путем? Может, я думаю, может, потому что далеко не всем нужно синтезировать новые алгоритмы. Большинству нужно понимать базовый принцип алгоритма и допустимые входящие данные и широту исходящих данных, по которым делается интерпретация. Этому можно научиться. Смотри, приведу тебе контрпример. Надо ли знать, как именно заимплементирована та или иная функция в Excel для того, чтобы нажать F2 на ячейке, нажать равно, записать эту формулу либо комбинацию формулу и получить расчет? Например, ты знаешь алгоритм, который используется для нахождения первого либо n-ного вхождения символа в строке? Что там используется? Ты не знаешь, но если ты приблизительно понимаешь, что формат функции, скорость исполнения и близость к тебе в данном случае, допустим, ты хорошо знаком с Excel, и у тебя под рукой есть возможность его загрузить, съесть вишечку и быстренько что-то сделать, ты возьмешь и сделаешь. То есть ты можешь решать класс задач, не понимая всех деталей. И здесь нет никакой коллизии с тем, что в этом случае ты не аналитик. Просто есть люди, которые могут вот эти вот тонкие моменты обсуждать и понимать, что иногда некоторые подходы неприменимы. Но правда в том, что когда ты используешь простые подходы, они, как правило, применимы с какой-то стиль. С одной стороны, я с тобой согласен, а с другой стороны, все-таки, когда мы работаем в Excel, мы работаем с интерпретируемыми и человеку перепроверяемыми результатами. Это ты так думаешь, Макс. Правда в том, что 80-10 аналитиков даже собственные расчеты не перепроверяют. Нет, ну я имею в виду, что при необходимости я могу просто выписать их на бумажку и сложить, провакуэрить вручную. Я не знаю, все, что угодно могу сделать практически. Отдебажиться. Да, как-то отдебажиться. Или в конце концов, если я использовал сложные функции, но я понимаю, зачем я их использовал, как они работают и так далее. Но в случае со статистикой, со статистическими какими-то вещами, ну вот есть, не знаю, лимина регрессии. У него есть такой параметр, показатель у него, как R-квадрат. Все говорят, если R-квадрат выше, то хорошо, ближе к единичке, ниже – плохо. Это человек, который первый раз ткнул на кнопочку «выводить R-квадрат в Excel», на график «выводить ли R-квадрат или не выводить на линию тренда». Он первый раз добавил линию тренда к графику Excel и так далее. Он тоже пошел и почитал, что такое R-квадрат. Вот на таких простых задачах, да, окей, я соглашусь, что если мы там сделали кластеризацию, каким образом делается кластеризация? Ну, достаточно просто прочесть, что там по методу наименьших квадратов. Можно, конечно, погрузиться в формулу и поспорить с автором этого метода, что не квадрат, а квадрат, там еще дописывать, не знаю, E, там, кремулепи, там, или еще что-нибудь. Не важно. Ну, кластеризация, наверное, как бы, если про кластеризацию конкретно говорим, то, наверное, мы говорим про какой-нибудь Это был абстрактный пример, да, это был абстрактный пример, да, то есть какие-то простые, когда метод сам по себе простой, просто говорит, ну, он там сложно называется и так далее и тому подобное, это, окей, все равно это понятный, как бы, да, а вот бывают моменты, когда тут сложненько, тут сложненько, тут сложненько, тут еще сложнее, 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 и тебе говорят, и вот возьми 25 таких методов, сделай их последовательно, потом получи величину, которая тебе скажет, что... Макс, так в чем суть вопроса? В том, что есть сложные задачи, которые решаются сложно? Да, есть. Можешь ли ты взять простой метод для того, чтобы аппроксимировать решение? Да, можешь. Надо ли тебе идти в глубокое понимание математики сложного метода? Да, если у тебя задачи все остальные будут такого же класса. Если они не будут такого же класса, то это просто смысла не имеет. Мы обратно возвращаемся к маржинальному эффекту. То есть я, например, могу пойти на курсы, вернее, не на курсы, пойти, например, на департамент какого-то штатовского вуза, пойти на магистратуру, получить PHD за 3-4 года, чтобы что? Если я могу в принципе прочитать книгу по Data Science, базово понимать принципы алгоритмов, понимать, какие когда лучше использовать и при возникновении спорных моментов либо на Stack Exchange посмотреть какие-то дополнительные нюансы, либо обратиться к людям, которые сильно лучше меня в математике, для того, чтобы они мне помогли с интерпретацией. То есть, ну, понимаешь, ты в итоге ведешь меня к тому, или там, возможно, наших зрителей ведешь к тому, что если ты в чем-то не разбираешься супер круто, то лучше либо не пробовать это использовать, либо пойти в фундаментальное образование. Я тебе хочу сказать, что... Я никуда не веду. Нет, я как раз я же сказал, что последний провокационный вопрос, да, вот поэтому мне очень было важно услышать твое мнение. Я пойду над ним думать в свою очередь, но я никому свое мнение не навязываю. Я считаю, что ну, если там мое мнение можем его потом вырезать, я считаю, что скромный. Важно понимать, что ты, ну, то есть не просто, а какие еще есть методы регрессии, давайте я все проведу там, да, и вообще, что я получил-то, да. Если ты вообще не понимаешь, что ты получил, не надо этого делать, да, ну, если ты не понимаешь, что за число ты получил, в конце концов. Если ты не понимаешь глобальных ограничений какого-то из методов и его глобальных побочных эффектов, да, то не надо его использовать. Но для того, чтобы ты это понимал, потому что я просто часто наблюдаю, что некоторые люди там, а я вот там запихнул это все в овощерезку, и она мне выдала там какой-то вот салат, да, зачем вы это сделали, вот, потому что вот я посмотрел... Потому что хайп. Да, хайп, я там посмотрел, в статье написано там еще что-нибудь, кажется, ну, ты, наверное, тебе нужно пойти по-другому, так же, как с любыми вопросами про DAX, про Power BI, когда человек прибегает и говорит, мне нужно срочно вот там вот это, ему говорят, знаешь, вот с таким вопросом, как у тебя сейчас, ну, по его сложности, по его, там, необходимости погружения в него, тебе стоило бы все-таки вот подизучить базовую часть, матчасть, да, что такое Power BI, как он работает и так далее. Человек, люди же прибегают, как все правило, всегда с вот этим самым just now, вот прям сейчас, я быстренько и побежал дальше, да, вот. Вот, поэтому, конечно, я за сбалансированный подход в этом случае. Услышал? Понятно, что они все должны получать высшее образование по мотостатистике или хотя бы даже по эконометрике, вот, ну, тем не менее. Я просто, понимаешь, Макс, что хочу, какую мысль донести, мне кажется, одно из важных качеств аналитика – это любознательность. Это когда ты, например, решал эту задачу определенным способом, а потом ты в какой-то момент спрашиваешь себя, окей, этот способ проверенный, надежный, но хочется сделать иначе, или там, не то чтобы круче, но по-другому понять, может ли быть там, не знаю, доп. инсайты, либо там другая какая-то более интересная интерпретация, либо какие-то выхлопы из способа. И ты начинаешь разбираться и заходишь на неизвестную территорию. Дальше у тебя есть два варианта. Ты либо говоришь, не-не-не, я лучше по-простому, либо же ты начинаешь разбираться, расширять свои горизонты, и со временем у тебя появляется плюс один инструмент, либо подход, как ты мог бы это считать. Получив этот плюс один инструмент, ты понимаешь, черт, он базируется на таких-то новых принципах либо понятий. Неплохо было бы в них копнуть, потому что очевидно, что у любого метода есть там сфера применения, либо там границы, в которых он надежен и ненадежен. Как, например, взять ту же линейную регрессию, то есть как бы ты ее строишь, но они говорят, что как бы статистики, потому что она хорошо будет аппроксимировать какой-то тренд в рамках того диапазона чисел, которые она видела. Даже на границах уже это аппроксимация ненадежная. Когда ты передаешь новые значения, которые выходят за эти границы, то есть она может все, что угодно тебе предложить, и это не обязательно будет точным ответом. И просто это нужно держать в уме. Но чтобы это понимание пришло, во-первых, нужно провести 2-3 проверки боя на каких-то данных, причем очень важно начинать, наверное, с примера, который ты где-то прочел, где ты посмотрел на эти данные, сам их пощупал, посмотрел на логику хода мыслей товарища, который это описывает, загнал их себе, явно изначально что-то не то сделал, у тебя там ошибка вывалилась какая-то, что-то не так, понял, что данные я немного недопроцессил, потом посмотрел на результаты, потом почитал про какие-то другие кейсы, взял, попробовал уже сам взять исходные данные, применить алгоритм, посмотреть, получается ли у тебя такие же выводы, как в статье, то есть пропустить через себя, а потом уже до восполнить картину более фундаментальными вещами, чтобы понимать, когда и про что. Но вот если этой любознательности не будет, то мы будем все время пользоваться очень ограниченным набором подхода. Слушай, ну вот прям, да, я подпишусь, любознательность это одно из, ну такая целенаправленность, конечно, не просто абстрактная любознательность, да, любознательность с какой-то направлением, это прям одно из важнейших качеств хорошего аналитика, мне кажется. Ну, я думаю, да. Ну, за любознательность. Потому что, ну, правда. Паш, я еще хотел бы тебе попросить сейчас рассказать, мы начали с того, что ты работаешь, ты выступал, писал, ролевали, твой исторический путь. Скажи, пожалуйста, пару слов о том, где ты сейчас работаешь, чем ты сейчас занимаешься, или ты не хочешь об этом говорить пока? Нет, слушай, это не секрет, я работаю директором по аналитике ростов компании Bittrex. Круто. Ты себе ищешь людей? Да. Да? И, к слову сказать, найти хорошего аналитика очень сложно. Обычно я попадаю в один из двух кейсов. Есть люди, у которых есть аналитические задатки, но они плохо понимают наш стэк. У нас специфическая инфраструктура, не самый простой сетап кликауса и не самые простые отчеты Power BI. Или же неплохо понимают Power BI, но плохо понимают бизнес. То есть плохо понимают SaaS, подходы к привлечению, челленджи, которые возникают в продуктовой аналитике. Вообще, кстати, один важный вопрос, который мне хотелось бы сегодня раскрыть, но мы до него так и не дошли. Продуктовая аналитика, она сложнее, чем, например, маркетинг. Вот, да, 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 да. Я когда размышлял сегодня над этим, готовился к... Можно надпись, честь и побить потом, если что, кстати, пошлинишь, чтобы ребенок. Потом просто вставим в нужное место, да. То я понял, что продуктовая аналитика, пожалуй, самая сложная часть аналитики. Почему? Когда мы говорим про базовую аналитику, например, нужно посчитать продажи. Все достаточно просто. У нас есть точка по временной шкале. И, например, на точку 1 нам нужно рассчитать продажи. Мы берем транзакции, которые случились в этот день, что-то посчитали. В маркетинговой аналитике, если мы говорим про привлечение, у тебя уже возникает более сложная ситуация. Появляются когорты. У тебя есть точка 1, в которой что-то произошло, и тебе нужно посмотреть, что будет с этими людьми, там, в точке 2. А вот в продуктовой аналитике у тебя, ты движешься по этой оси в разное направление. И чаще всего ты движешься в обратном направлении. У тебя есть точка 2, в которой клиенты, те, которые тебе нужны, например, они полгода назад зарегистрировались и продолжают что-то делать. То есть они удержаны, как-то соответствуют ему представлению о том, что не удержаны. И тебе нужно возвращаться назад, подобрать нужный диапазон, чтобы понять, что черт, те люди, которые там первые несколько дней сделали вот этот набор событий, хорошо коррелируют с тем, кто вернулся там через месяц. А те, кто через месяц активен, они хорошо коррелируют с тем, кто активен через 6 месяцев. И вот это движение по оси в разные стороны и поиск вот этих сигналов, он сильно сложнее, чем маркетинга аналитика. Маркетинга чуть-чуть сложнее, потому что требуется, опять-таки, движение по оси в будущее, чем базовая аналитика. Статическая. Да, чем чистая статистика. Ну, не мат-статистика, а просто статистика. Вот. И мне кажется, это первый большой важный челлендж, потому что тебе нужно постоянно оперировать масштабами времени. А второе, это то, что данных-то очень много и нужны уже здесь действительно какие-то более сложные, sophisticated, более вычурные методы, через которые ты можешь строго, ну, не то чтобы строго математически, но более строго, как, например, тот же подход про псевдоарсквей, который я описывал недавно, где-то можешь как-то формально сравнить, например, два-три среза, или там, х событий, сказать, вот это событие по вот этой метрике имеет самый большой вес, стоит сфокусироваться на нем. Понимаешь? Да, я понимаю. Слушай, но вот я сейчас не хочу вступать в дискуссию, потому что, во-первых, не вижу, с чем особо дискутировать, с одной стороны, с другой стороны, наверное, мы просто ее отложим, потому что у меня сразу вот какие-то возникают в голове процессы, которые начинают так, погоди, нет, вот как только возникает, так нет, погоди, да, это значит повод для еще часа дискуссии, но я думаю, что мы должны уже потихонечку закругляться. Вот если, то есть я сейчас согласен с тем, что ты сказал, в большей части согласен, что это продуктовая аналитика в данном случае довольно сложная, поскольку ты сейчас отвечаешь за SaaS, то есть за продукты электронные, которые существуют как сервис, и это продукты и продуктовая аналитика в полный рост, вот ты говоришь, очень сложно найти человека. Ты бы скорее кого взял? Человека, который хорошо понимает продуктовую аналитику, но не владеет стэком или наоборот? Это вопрос со звездочками. Бонус, да. Да, потому что при прочих равных я бы взял человека, который понимает бизнес-проблемы и при этом владеет хоть каким-то стэком, то есть, потому что одного теоретического знания недостаточно, можно прочитать там 3-5 хороших статей и приблизительно понимать, о чем речь. Но нужно однажды все-таки попробовать это рассчитать самому, чтобы получить практически опыт того, а что же с исходными данными, ой, а как их тут преобразовать, а как там, не знаю, пропуски заполнить, еще что-то, еще что-то. То есть, все-таки, знаешь, за одного битого двух небитых дают. Понятно, да. Но так как такая ситуация встречается крайне редко, то я бы все-таки отдал предпочтение человеку, у которого есть понимание предметной области. То есть, понимание того, как работает продукт. Вообще, например, продукт либо маркетинг, то есть, который вот такого плана вещи считал, даже если на другом стеке. Мне кажется, если у человека есть опыт обсчета на хотя бы одном стеке, он способен подтянуть второй быстрее, чем когда у человека с хорошим стеком, либо с подходящим стеком, но который не чувствует цифру. Когда мы говорим про насмотренность, я не очень люблю слово насмотренность, мне больше нравится подход чувствовать цифру, потому что там очень легко впихнуть какие-то данные в какой-то расчет и получить цифру, но должен быть какой-то common sense либо опыт, который тебе подскажет, что эта цифра нереальная. То есть, такого масштаба цифра быть не может. Значит, что-то пошло не так. Либо на уровне входящих данных, либо на уровне расчета, либо я не могу это отинтерпретировать. И вот это важный момент, потому что мне встречались аналитики, которые что-то посчитали и не задались вопросом. Хорошо, я получил эту цифру, а что, собственно говоря, она значит? Как я могу ее положить на 3-4 предложения для того, чтобы объяснить, что в таком-то масштабе эта цифра означает вот это? Или я бы рекомендовал в итоге сделать вот это. Понимаешь? И на мой взгляд, сейчас огромное количество сейчас курсов как раз пытаются сделать людей, которые могут запустить юпитеровский ноутбук, значит, какие-то данные вгрузить, что-то выгрузить и не могут интерпретировать цифры. С одной стороны, потому что мало опыта в работе с разными датасетами, с другой стороны, потому что они до конца понимают изначальную задачу, которую они решают, потому что, в принципе, бизнесовая задача должна как-то транслироваться потом задачу по машинному учению либо еще что-то. То есть, никто из продуктов или из маркетологов не приходит и не говорит, слушай, мне тут нужно, чтобы ты мне регрессию посчитал, потому что я хочу посчитать LTV, и я понимаю, что регрессия на больших промежутках времени будет считаться либо долго, либо же точность у нее будет хуже, поэтому давай мы с тобой определим диапазон, например, в течение 6 месяцев, LTV за 6 месяцев хочу посчитать, и давай сразу происпользуем регуляризацию, потому что мне важно, чтобы модель была устойчива к новым данным. То есть, никто так не приходит и не говорит, а соответственно, очень неплохо было бы понимать бизнес-заказчика. И если этого нет, то могут быть чисто синтетические решения и синтетические цифры, которые формально абсолютно корректно что-то впихнул, ну да, вот что-то получил, что-то выдало. Приборы 18, да, вот это классики. Это об этом, да, да. Резюмирую, короче, нужно, чтобы в голове была модель, хорошая модель, эффективная модель бизнеса, которая достаточно полная. Притом, эту модель, возвращаясь к предыдущему вопросу, где ее можно получить, Паша там говорил, что блоги можно читать, что-то еще делать, а еще можно у хорошего руководителя, его модель, которая у него в голове уже сложилась про бизнес достаточно быстро перенять, и для того, чтобы, ну, как бы, быстро на халяву знаний обрести, круто идти к крутому руководителю работать. Ну, видишь, крутой руководитель говорит, что он скорее возьмет того, кто уже и так наученный горький опыт. тем не менее, опять, одно... Ну, это, Макс, такой, знаешь вопрос, как бы, если человек любознательный, то наверняка он в какой-то момент начнет задаваться вопросом, окей, если я пошел на курсы, да, и обладаю таким-то инструментарием, а где бы его применить? То есть, вот, всегда, мне кажется, очень важно начинать с... То есть, хорошо, сделаю шаг назад и скажу про то, что в большинстве своем я не сижу и не думаю там, какой бы еще алгоритм не изучить. Скорее наоборот, есть какая-то бизнес-задача, и я пытаюсь понять, какие есть математические, статистические способы ее решения. Пошел в один, начал разбираться, потом пишу там про этот способ и некоторые говорят, этот способ хорош тогда-то, но еще можно посмотреть на такой способ. Посмотрел на другой способ, потом, например, делаешь в Гугле запрос сравнения этого способа с тем. Оказывается, что есть какой-то третий. То есть, от потребности бизнесовой я перехожу уже к каким-то мат-аппаратам либо же подходом, который позволяет мне упростить ситуацию до двух, трех, четырех параметров и делать какой-то расчет и выдать какую-то интерпретацию. Хорошо. И вот здесь как раз эта любознательность и умение добывать информацию, анализировать ее и делать пилоты, она очень важна. Потому что, например, вот тот расчет, который я недавно показывал по псевдоарскве, потом там одна аналитика написала, что там, ой, действительно, лог-лайкли-худ прикольная история и подход для расчета в лог-регрессии. Не думала, что он так просто решается в Excel. Да, но правда в том, что вопрос же не в Excel, вопрос в том, что сам подход по себе действительно очень простой. То есть, математика там простая и считать его несложно. И посчитав это раз, можно потом в каких-то других случаях применять либо весь подход, либо частично. То есть, это про то, что надо пойти и попробовать. Вот я, когда эту статью изначальную прочитал, я себе ее положил в заметки, там раз на выходных посмотрел, потом еще раз подумал, потом думаю так, я возьму пример из оригинальной статьи и обсчитаю его. Начал обсчитывать, смотрю, цифры не сходятся. В итоге я понял, что ага, на самом деле, хотя в статье оригинальной использовался логарифм, но базы там не было. А в итоге я выяснил опытным путем, что это был натуральный логарифм. Потом я начал считать, у меня не сходятся цифры. Почему? Потому что там в ряде кейсов, в ряде кейсов, у тебя, например, конверсия нулевая, что вполне возможно, если у тебя, какие-то данные, ноль. логарифм от нуля? Понятно. Да, соответственно, и ты начинаешь понимать, так, если не получили это значение, значит, они сделали какой-то препроцесс. А как его лучше сделать? То ли отловить эту ошибку и добавить какое-то значение, то ли изначально смотреть. Если здесь у меня нолик, я добавлю единичку. А единичка, она на сколько сдвинет мой финальный расчет? А как правильно сделать эту корректировку? Один, либо там 0,5, либо 0,01. И так вот, поигравшись с методом и с примером, ты реально погружаешься в пример и реально понимаешь, какие могут быть пограничные случаи и приобретаешь тот ценный опыт, как можно было бы использовать этот подход. А потом существует вторая правда. Как только ты с ним разобрался, если ты хочешь, чтобы он стал твоим, ты должен его несколько раз применить в боевой жизни. То есть взять это, внести в какую-то отчетность и по ней поработать не надо. Потому что если ты не практикуешь, то ты на самом деле не учишься. Мне кажется, об этом очень многие не говорят, особенно на различных конференциях. На конференцию приходят за тем, чтобы посмотреть на новые идеи. Но зачем смотреть на новые идеи, если ты не будешь практиковать? Просто знать, что она существует? Ну нет. Наверное, для того, чтобы выжать из нее новые возможности. А для этого нужно ее потом отработать. Пошупать, да. Но, как правило, на больших конференциях ты выходишь такой прям перегруженный этими идеями. Это если ты ходишь и слушаешь всех и вся. Если ты выбрал для себя три-четыре доклада и еще с несколькими людьми хочешь в куларах просто за чашкой чая поболтать, то тогда и нет. Ты будешь выступать на мать-маркетинге? Я не знаю. Конечно, будет. Конечно, будет, да. Хорошо. Всем предлагаю слушать и читать Павла. Ищите его записи. Ищите, они есть уже в свободном доступе. По крайней мере, по-моему, что-то Леша Никушин выпадал. Что-то уже, да, Алексей Вакалановал. Ты где-то еще кроме этих конференций понимаешь части? Или сейчас? Слушай, тут такой двоякий вопрос. Иногда зовут на конференции, которые не профильные, не про аналитику. И чаще всего я отказываюсь, потому что то, про что я буду говорить, людям будет скорее все непонятно. Другой стороны, профильных конференций не так много. В Украине одна была, но она сейчас отсутствует. В России был тот же Go Analytics, но он теперь называется не Go Analytics, объединили усилия OVAX с матемаркетингом и теперь столько матемаркетингом. Поэтому для меня выступление на конференции не стоит погодить угла. Мне интересно иногда послушать остальных, понять на самом деле, где находится рынок, какие задачи люди решают, с одной стороны, а с другой стороны, иногда мне хочется выступить, когда я действительно нашел какое-то элегантное решение и вижу, как хорошо оно ложится в какой-то набор вопросов и хочется этим поделиться. ну вот как-то так. Поэтому пишу в блоге, потому что у меня тут никого приглашать не надо, есть возможность всегда взять и поделиться. И, как говорится, ссылочка на блог в описании, жмите колокольчик, подписывайтесь на наш канал. Паша, спасибо тебе огромное. На самом деле, вот, что-то я сейчас только обратил внимание, что мы записываем уже два часа и мне не хочется выбросить ни одной минуты, а Макс, ты зря пропустил все, вот, самое вкусное было в самом начале. Я посмотрю. Он может посмотреть записи этого первого. Мне кажется, важный вывод, который я сделал, это то, что действительно аналитика как процесс, способы ее применения и способы нахождения себя в аналитике, это очень большие разные вопросы. И, возможно, на будущее стоит брать только один для того, чтобы именно его рассмотреть с их сторон. Потому что мы реально с одной стороны много тем затронули, с другой стороны далеко не всегда погружались. Это был короткий вопрос, короткий ответ. Ну, да. Наверное, надо было действительно аппетит, может быть, немножко свой умерить в плане давайте расспросим Пашу Люфтюка про все вообще. Все было круто. Все было круто достаточно. Все нормально. Я не вижу, что было не круто. Может быть, мы просто... Каждый раз думаешь над тем, что есть еще что сказать. Конечно. Ладно, короче, давайте сейчас закончим выпуск, а потом еще несколько минут поговорим. Друзья, я вообще благодарю моих собеседников. Максим, так круто. Дискуссию ведешь, Паша, такие вопросы, такие ответы от тебя. Ну, прям вообще слушаю. Думаю, какой круто. Очень круто. интересно. Прямо и откликается очень сильно. Максим. Да. Спасибо огромное на самом деле, Паша, что пришел. И я с огромным, повторю, удовольствием послушал твои ответы на мои вопросы. Конечно, мне иногда казалось, что я-то знаю, как Паша ответит, и был удивлен тем, что ты отвечал не так. Иногда было приятно, иногда неприятно. Но неприятно, значит, все равно каждый раз возникло такое ощущение. Наверное, ты хотел сказать неожиданно. Я лох. Вот такое примерно. Примерно такое ощущение, потому что я понимал, что я настолько глубоко об этом не думал, и мое представление было, допустим, поверхностным. И я благодарен тебе за то, что ты поделился с нами своими мыслями по этому поводу. И я думаю, что мы можем сейчас действительно сказать окончательный какой-то, как говорится, завершение, повторить еще раз одну и ту же фразу, что ну за любознательность. В общем, спасибо большое, Паша. Быть аналитиком это очень интересно. Спасибо всем. До свидания. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok